Ребят, от того, что я сегодня вам покажу, у вас может возникнуть очень много вопросов. И не только у вас, но еще у директора Аризоны. Давайте просто договоримся, вы поставите лайк под этим видео, и я точно вас не разочарую тем, что я сегодня вам покажу. В общем, ребят, началось все вчера утром, когда мне написал, скорее всего, мой подписчик, или же просто человек, который меня знает и знает, что я снимаю на родине. Он мне написал, привет, чекни товар на фанпее, чекни плиз, данте, данте, данте. Он мне скинул вот эту услугу, которая стоит 220 рублей, доброго времени суток. Я беру ваш пустой аккаунт первого левела, далее я захожу, прокачиваю аккаунт, встаю на замку. Максимальный срок ожидания 2 дня после оплаты. Это было, честно сказать, не похоже на меня, что я заинтересовался и перешел, посмотрел, что это вообще такое. Потому что, честно скажу, я привык, что очень много различного спама мне прилетает ВКонтакте. Здесь написано, что эта услуга выполняется только на Восточном округе. Отчего у нас сразу может возникнуть предположение, что на Восточном округе есть какой-то лидер или администратор, который работает не совсем честно, скажем так. Он мне сказал, что на центральном округе, на котором я играю, никак нельзя, потому что там доверок мало брать можно. Поэтому только на Восточном округе. Я согласился, написал, что давай попробуем, это достаточно интересно. И он мне ответил, что встанет на зама буквально за 2 дня. Спойлер, он встал на заместителя с пустого аккаунта за несколько часов. Я ему скинул логин и пароль от аккаунта, который я только что буквально зарегистрировал. И вы, в принципе, видите доказательства того, что это действительно новый аккаунт. Он мне пишет, назови 3 любые фракции из ГОС на свой выбор. И я написал больница, армия и радио. И все, он написал, что начал делать. И я написал окей. Обратите внимание, что мы переписываемся в 12.23, то есть вчера днем. И уже в 14.05 он мне написал, что почти встал, осталось обзвон и все. Честно скажу, я не до конца верил вообще, что это правда. Потому что, ну как бы, невозможно встать с пустого аккаунта на зама буквально за 2 часа. И этим вечером, когда он мне ничего не писал, я решил зайти на этот аккаунт и посмотреть, что вообще на нем имеется. Чего? И в итоге, в конце концов, ребят, в 9 утра сегодня он мне написал, что девятка есть, можешь зайти и проверить. Давайте, ребят, зайдем и проверим, в принципе. Вводим пароль. Вводим пароль. Я никнейм неправильно поставил. Мы зашли. Как вы понимаете, это интерьер больницы. И, в принципе, уже есть небольшие намеки на то, что у него все получилось. Давайте откроем инвентарь и посмотрим, что он вообще сюда как бы положил. Есть несколько скинов. Есть, я не знаю, что это, это скрепки. Зачем ему скрепки на девятке, ну и для всего этого я не знаю. Есть веревка. Есть цветочки, которыми он, наверное, собирался задобрить лидера или админов. И просто огромное количество еды, которой просто он восполнял голод. Ну и самое, ребят, главное, давайте просто посмотрим статистику и вместе будем с вами офигевать. Джош Кенни. Седьмой уровень. Наличные деньги 115 тысяч. Больница Лыткарина. Заместитель главного врача. Девятый ранг. Вот, кстати говоря, можно заметить, что законопослушность. У него всего 32. И, ну это уже как минимум странно для госфракции. Стать на девятку с такой вот законкой. Это, блин. Давайте пропишем мембер, чтобы точно удостовериться. Да, мы девятый ранг. Джош Кенни, замглавврача. Я даже переоделся, и мы видим, да, здесь скин такого вот старшего состава больнички. Ну и в конце концов, ребят, согласитесь, я буквально заплатил 200 рублей. И на следующий день с пустого аккаунта я заместитель в больнице. Офигеть. Всем здорово, я главврач. Что тут происходит? Предлагает вам посмотреть его медкарту. Так, ну вы полностью здоровы, я вас поздравляю. У меня болит гени... Понял. Сочувствую. Конечно, ребят, я с уверенностью могу сказать, что это полностью ненормально. И, ну, просто невозможно встать с абсолютно пустого аккаунта за буквально одни сутки на заместителя. И на заместителя не какой-либо там банды или мафии, а на целую замку больницы. Которая, как вы понимаете, является достаточно серьезной такой государственной структурой. И, как минимум, здесь есть достаточно большой состав людей, которые достойны девятки не меньше меня. Отсюда следует вывод, что здесь виноват либо администратор, который следящий за больницами. Либо сам лидер этой больницы, который просто-напросто взял и продал эту девятку какому-то своему другу. А он, в свою очередь, делает из этого услугу, которую продает в интернете. И каждый, в принципе, мог оказаться на моем месте и вот так вот купить девятый ранг. Several days later. Прошло уже, ребят, целых три дня. Я до сих пор сижу в этой футболке. И могу вам сразу сказать, что вся эта ситуация разрешилась. В тот же день я написал директору Аризоны и передал ему всю эту информацию. На что, в итоге, Сэм Мэйсон ответил, даже не буду пока ГА говорить. Интересно, кто это? То есть, вы понимаете, на тот момент даже возникли подозрения в сторону главного админа. Но, спойлер, ну, он в этом не виноват. В итоге, у того парня я решил поинтересоваться вообще, как он это сделал. И вот здесь, смотрите, что он мне написал. ХЗ, не хочу раскрывать. Просто скажи, типа, чел, весь день играл. Или, типа, того. Но, согласитесь, если бы для того, чтобы встать на девятку, все было бы так просто. Просто зарегать пустой аккаунт, поиграть всего лишь один день. То, наверное, уже каждый игрок на сервере отстоял бы успешно несколько девяток. И в любой организации каждый игрок был бы в итоге заместителем. В конечном итоге, мне вчера вечером написал Сэм и сказал, что лидера этой организации, этой больницы, сняли. Отсюда следует, естественно, что здесь был просто-напросто виноват лидер. Но вот единственное, что меня немного смутило вообще во всей этой ситуации, это то, что тот Роман, который вставал на девятку, он изначально сказал мне выбрать три организации государственных, в которых я бы хотел бы получить девятку. И, скорее всего, то, что в этот список я включил больницу, это как раз-таки я попал прямо в точку. Именно в ту организацию, где у этого парня есть знакомый лидер, который вполне может сделать девятку. И я сейчас даже на самом деле немножко рад, потому что четыре дня назад я посмотрел свою личку. Ну и в итоге получили мы целое расследование, которое закончилось снятием лидера. Ну да, в общем, итог для меня это почаще читать личку ВКонтакте. Спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы поставили свой лайк. Играйте на родине РП Центральный округ вместе со мной. Мой никнейм Егор Обама. Вводите его при регистрации. Всем до скорого, ребят. С вами был, как всегда, Данте. Всем удачи и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова